В результате всей проведенной работы дополнительно получено за полугодие бюджет более 1 млн. рублей. За 6 месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета района исполнены в сумме 184,3 млн. рублей или 52,6% годовым назначением. Из них, собственно, доходы 44 млн. рублей, 143,9 млн. рублей безвозмездное поступление. Обеспечен рост доходов консолидированного бюджета к аналогичному периоду прошлого года по собственному временному пребыванию детей. Проект индивидуального предпринимателя участвовал в конкурсе среди муниципальных образований на право получения субсидий из областного бюджета на реализацию социально-ориентированного предпринимательства. Проект стал победителем. Общая численность детей, посещающих группу кратковременного пребывания детей, 25 человек. В апреле 2013 года открыт детский сад на 100 мест в городе Белое Хрунец. В настоящее время проблемы с устройством детей в детские сады возникли на селе. Так, за счет средств местного бюджета более 1 млн. рублей проведена реконструкция здания для размещения детского сада в поселке Дубровка на 50 мест. Открытие состоялось в марте текущего года. В 2014-2015 годах запланировано строительство новых детских садов в поселках Климковка и Подрещиха. В 2013 году производится капитальный ремонт здания школы имени Валерия Ивановича Десяткова, начат ремонт детской и спортивной юношеской школы, ремонт пищеблока в детском саду номер 4. В 2014-2016 годах планируется ремонт детского сада и школы села Аполлон. В отрасли культуры, благодаря правительству Кировской области и лично губернатору Билых Никиты Юрьевича, начат ремонт самого крупного социального объекта города, это городского дома культуры. В 2013 году также планируется провести ремонт спортивного комплекса здоровья, создать пешеходную улицу Хауницкий Арбат. В 2013 году прошло торжественное открытие поликлиники Центральной районной больницы после капитального ремонта первого с момента постройки здания. В 2013 году планируется установка модульных ФАПов в селе Троица, Сырьян и поселке Климковка. Ежегодно Билохуницкий район активно участвует в различных программах для привлечения средств на территории муниципального образования. В этом году мы участвуем в 13 программах, в результате чего удалось привлечь около 150 миллионов рублей. Сейчас бы не хотелось остановиться на ряде проблем, сложившихся в нашем районе. Первое – это водоснабжение. Проблема водоснабжения города Билохуница. Ситуация с водоснабжением города характеризуется уменьшением производительности водозаборных скважин и резким снижением динамических уровней подземных вод в скважинах. Вследствие этого отмечается дефицит в воде для хозяйственного питьевого водоснабжения и проблемы технического характера для преэксплуатации водозаборов. В 2005 году администрация Билохуницкого района совместно с правительством Кировской области проведена большая работа по поиску и оценке запасов питьевой воды в городе. В Вятской георазведочной экспедиции выполнена оценкой эксплуатационных запасов подземных вод для хозяйственного питьевого водоснабжения города Билохуница на водозаборах по исток, расположенных в пределах административных границ города. Оценены и утверждены запасы месторождения Билохуницкого. В связи с перспективой застройок на территории муниципального поселения города Билохуница, жилых домов, зданий, улиц, микрорайона Прудный, где представлены земельные участки многодетным семьям и строится жилье детям-сиротам, необходимо бурение.